Шамиль Басаев И мы сочли своим долгом помочь им, тем более нас попросили о помощи для предотвращения именно такого безнаказанного, наглого уничтожения мирного граждан, ну или сюда, нашу исламскую миротворческую бригаду. И они объявили, что отсоединяются от России, ну как может всего, которое находится внутри Дагестана, отчего-то отсоединиться, но это не основание для того, чтобы сметать ему с лица земли и забрасывать стариков и детей гранатами. И после этого Шамиль Басаев туда пошел, напривав на Масхадова, который сказал, что он идет в Лавусь, после того, что его позвали на помощь. Все было рассчитано так, что он не мог не пойти. А дальше объявление, ах, Шамиль Басаев напал на Россию, и поэтому Чечня напала на Россию, и началась Вторая Чеченская война. Практически эту операцию мы предотвратили, можно сказать, геноцид над мирными жителями. Очень плохо. Он кончил Бесланом, но он был нормальным человеком, мы его сделали пирамидством. Уничтожая Чечню столько лет подряд, мы сделали демократа Шамиля Басаева. Демократа? Да, вначале он был демократом. Он, между прочим, у Белого дома стоял в 1991 году, защищал российскую демократию. Это первый раз. Шамиль Басаев в своей президентской программе, когда он конкурировал с Масхадовым, выступал как абсолютный западник. Предлагал сделать армию по американскому образцу. А как же он так скатился? Взбрать американскую модель развития. Шариат. Компьютеризировать Чечню. Скатился от великого отчаяния. Видя, что Запад не защищает Чечню. Он сходился, как многие другие сходились на религиозные позиции. И вот мы сделали Чечню вторым Ираном. Посадили туда сатрафа Рамзана Кадырова. Кого не смогли уничтожить, тех сделали религиозными фанатиками. А наши внуки опять с ними столкнутся. Потому что это был действительно геноцид. Одних детей только 40 тысяч учитает Ирана. И никто его нам не простит. С видением из чеченских источников, жена Шамиля Басаева и шестеро его маленьких детей проживали в родном селе Басаева, Цавь-Дино. В ночь с 3 на 4 июня во время рейда российской воздушно-десантной бригады они были убиты. Я не террорист. Если то, что Россия полгода здесь творила, это не терроризм, то то, что я сделал, это просто детская шалость. Он был нормальным человеком, мы его сделали террористом.